Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хиван, я вас приветствую на канале Процветок. Урожай вишни в 2019 году радует нас не хуже, чем в 2018. Ветки нагружены, вишни полны плодов, больших, крупных, сладких, налитых, очень вкусных. Однако у вишни, для того, чтобы она вот так вот хорошо выглядела, необходимо соблюсти множество условий. Конечно, отсутствие вот этой цикличности плодоношения многих плодовых растений, в том числе и вишни, может быть связано с хорошими подкормками. Есть и сорта без цикличности плодоношения, когда один год урожай большой, а потом несколько мало, а потом снова большой. Вот, однако же, благодаря тому, что мы ее хорошо покормили луночно, фосфорно-калийными удобрениями, с добавлением азота весной и без добавления азота в прошлом году осенью, она и смогла сформировать вот такой урожай. В одном из роликов люди спрашивали, что же такое за шары из панбонда стоят у меня на участке. Это не что иное было, как защита вот этой вот вишенки и еще одной от посягательств птиц от дроздов в первую очередь. Что ж, урожай у нас удался. В умеренной зоне, однако, у вишни есть один большой-большой враг. И этот враг называется кокомикоз. Кокомикоз очень широко повреждает косточковые растения плодовые в нашей умеренной зоне. Особенно кокомикоз разгуливается тогда, когда лето является дождливым или какие-то периоды лета являются дождливыми и холодными. Таким летом у нас характеризовался июль. И несмотря на все мои усилия, искореняющую обработку и подкормки и все остальное, после того, как я затянул в эти коконы эти вишни, я могу видеть на некоторых листочках, вот сейчас после снятия, для уборки урожая, вот некоторые очень легкие, но все-таки проявления кокомикоза. Рассчитывать на то, что у вас кокомикоза не будет, если вокруг вас находятся заброшенные участки, где вишня уже давным-давно растет в полудиком состоянии, размножается порослью, рассевается сама, никто за ней не ухаживает, не обрезает. Либо же соседи относятся к выращиванию вишни, ну может быть немножко небрежно, так что они не ухаживают тоже за вишнями, не обрабатывают вишни, то в этом случае, конечно же, инфекционный фон очень велик. Чем опасен кокомикоз? В первую очередь тем, что у него очень высокий уровень заражения всех деревьев вокруг. А кокомикозом страдает и слива, хотя в меньшей степени, чем вишня. И абрикос, и персик, и алыча даже, антипка особенно страдает, и черешня страдает. Конечно, есть сорта устойчивые к кокомикозу, однако же они характеризуются, к сожалению, не очень высокими вкусовыми качествами и не очень хорошим плодоношением. Но все-таки они устойчивые. Войлочная вишня очень устойчива к кокомикозу. Но нам хочется, конечно, получать сорта вкусные, с крупными ягодами, налитые такие и без кокомикоза. Что же делать? Конечно же, надо делать обработки. Кокомикоз довольно-таки боится обработок с помощью медь содержащих препаратов. И уже сразу после цветения необходимо, как и другие плодовые растения, как и яблони, груши, все остальное, других болезней, нет кокомикоза, семечковые не страдают от кокомикоза, обрабатывать. Однако же признаки кокомикоза могут появиться, вот как у меня, в тот момент, когда вишенки уже почти готовы или готовы к уборке. По таким вишням, конечно же, не хочется обрабатывать вообще никакими препаратами. Да и не стоит, действительно. Первое, самое главное при борьбе с кокомикозом, это, конечно же, убирать вот эти опавшие листочки. Почему? Потому что именно на них кокомикоз перезимовывает. А весной, вот под каждой вот этой вот точечкой, вот здесь образуется, прям можно сказать, ложей спор, такой бугорочек, из которого весной, как из вулкана пепел, споры начинают разлетаться по всему вашему саду, заражая не только деревья на вашем участке, но и деревья соседей. Ну, у нас, конечно, нас смотрят садоводы в основном такие хозяйственные, которые все-таки обрабатывают деревья, поэтому скорее можно сказать, что эти споры от соседей летят на наши участки. Что же делать теперь? Чем же обработать вишню теперь, когда кокомикоз, признаки кокомикоза уже появились, а он может вообще к этому периоду времени полностью лишить вишни каких-либо листочков. И вишни могут стоять голые, с язвами, с какими-то усохшими плодами, с этим кокомикозом. Эти язвочки подсыхают, вот даже я здесь нашел одну вишенку с признаком кокомикоза. Это, конечно, все очень плохо. И после того, как вы уберете урожай, необходимо сделать очень-очень сильную и мощную обработку. Существуют препараты разные, Скор, Абикопик, Бордосская, препараты меди, другие препараты железного купороса. Я же вам предлагаю очень-очень эффективный, усиленный составной препарат, который в достаточной степени будет удерживать как распространение кокомикоза, который появился у вас, так и попадание кокомикоза сюда, на эти листья, с тем, чтобы сделать очень хорошую профилактику и лечение кокомикоза вот в этот вот период. Это, конечно, не отменяет необходимости убирать листья, однако же, при применении этого способа, даже если листья у вас остались, какое-то количество листьев осталось под кроной, весной они не будут источником инфекции. Поэтому вы можете уже не так тщательно беспокоиться за уборку этих больных листьев. Ну а весну, конечно же, надо начинать с искореняющей обработки, о которой у нас есть специальное видео на нашем канале. Итак, тот состав, о котором я вам буду сейчас рассказывать, я называю красный раствор. Для приготовления красного раствора нам понадобится на одно ведро воды, на 10 литров воды, нам понадобится 200 грамм железного купороса. Я буду разводить в небольшом объеме сперва, для того, чтобы вам визуально показать, как все это выглядит. Для того, чтобы стабилизировать железный купорос, в большинстве случаев мы применяем лимонную кислоту. Нам понадобится примерно, ну такая неполная столовая ложка лимонной кислоты, для того, чтобы стабилизировать наш раствор. Размешиваем, и вы увидите, что раствор наш не делается рыжим, не делается ржавым. Он остается желто-зеленым. Значит, двухвалентное наше железо не разрушилось, и все здесь хорошо. Следующим компонентом, очень важным, можно сказать, как и железо ключевым, является солициловая кислота. Мне на 10 литров понадобится и вам 50 мл 2% спиртового раствора солициловой кислоты. Продается в каждой аптеке. Итак, 50 мл в одном флакончике 25 мл, вот я их сюда вливаю. После того, как вы вольете сюда солициловую кислоту, ваш раствор приобретет вот такую вот темно-бордовую красную окраску. Это и есть суть красного раствора. Вот именно в такой форме железо и солициловая кислота являются мощнейшими, просто мощнейшими способами, такими компонентами для уничтожения и профилактики кокомикоза. Конечно, этот состав на просвет кажется сейчас черным, но когда он разбавится в 10 литрах воды, он приобретет красивую красную, я бы даже сказал, вишневую окраску. Однако, это еще не все. К сожалению, этот состав очень чувствителен к кислотности раствора. Добавлять сюда, например, хозяйственное мыло для того, чтобы повысить его прилипаемость, или вообще, в принципе, какие-то прилипатели, я не рекомендую. Можно разрушить вот эту вот, так сказать, структуру этого состава и нарушить его активность. При этом есть еще один секретный ингредиент, который необходимо сюда добавить для существенного в разы усиления действия этого состава. И это очень простой компонент, который найдется у каждого уже не в аптечке, если говорить про салициловую кислоту. Мы очень много говорим о каких-то аптечных средствах, а найдется в ванне. Почему? Нам сюда нужно добавить жирный спирт. Это может быть цитиловый спирт, это может быть стеориловый спирт, а вообще-то цитиориловый спирт, смесь одного и второго, является идеальным. Где же нам его найти? Мы можем в абсолютно любом косметическом средстве по уходу за волосами. Это так называемые бальзамы или маски для волос. Их множество, огромное множество. Выбирайте самую дешевую для этих целей, или ту, которая у вас есть в непосредственно в вашем арсенале, которой вы пользуетесь, и берете одну большую вот такую столовую ложку этого средства, бальзам для волос, маска для волос. Какие там компоненты, молочная она, яичная, можжевеловая, или еще какая-то, это не имеет никакого значения. Вам самое главное взять ее одну большую столовую ложку, и очень важно, как следует взболтать вот этот состав, для того, чтобы этот спирт, который является основой любого вот такого косметического средства, чтобы он здесь как следует, как следует, как следует растворился. После того, как он растворится, когда уже здесь нету никаких комочков, заряжаете все это в опрыскиватель добро, и обрабатываете ваши растения. Это мощнейшее средство для борьбы с целым комплексом грибных заболеваний на плодовых растениях. И на вишни, и на яблони, и на земляники. И я в обязательном порядке обработаю не только вишни, я эти набодяживаю 10 литров, потому что, ну вот раз, два, три у меня вишенки небольшие, 10 литров это с избытком, но я обязательно обработаю свою любимую черную и красную смородину, с тем, чтобы они тоже не болели различными пятнистостями, заболеваниями, мучнистой росой. Единственное, что обработку эту надо вести уже после сбора плодов. Вот собрали плоды и буквально на следующий день, через день обработали. Этот состав может легко храниться без порчи, без потери своих свойств в течение недели. Больше ничего сюда добавлять не нужно. Используйте этот состав для послеуборочной обработки ваших деревьев, в первую очередь косточковых, и от клястера спариоза он поможет. Но, конечно, из-за того, что он очень мощный, очень действующий, кокомикоз, который трудно искореняемая болезнь, в первую очередь обрабатывайте. Благодаря вот этому вот компоненту, этим спиртам жирным, на листьях создается особая пленочка, которая не позволяет даже на будущий год после зимы и весной здесь созревать с пором и распространяться им широко, и по вашим деревьям, и по соседским участкам. Посоветуйте этот состав не только, так сказать, ну у себя, да, используйте, но посоветуйте его также и вашим соседям. Только если все вместе мы будем бороться с этими опасными заболеваниями плодовых растений, нас ждет успех. И, ну, не постесняюсь сказать, конечно, ну что говорить на Украине, например, сравнивать. Там вообще вот такие вот вишни и вкуснейшие. В Беларуси мы немножко поскромнее имеем урожай. Но и этот урожай здесь, можно сказать, на северо-западе Беларуси, меня очень и очень радует. И не забывайте, что вот эти вот хвостики от вишни и от черешни вот эти хвостики обладают сильным лечебным действием. Не игнорируйте, не выбрасывайте их, заваривайте их сухими, заваривайте их свежими. Это сильнейшее средство от отеков, мочегонное, для того, чтобы снизить давление, профилактировать высокое давление. Но это уже другой выпуск, и другая тема, и другая история. Оставайтесь на канале Процветок. У нас действительно много интересного. Это далеко не последний оригинальный рецепт, который вы сможете найти только на нашем канале. На этом я прощаюсь с вами. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова